Нам нужно понять, какая есть дорожная карта и что хочет эта кандидат на функцию премьер-министра. Чего хотели мы? Мы показали. Что мы хотели это сделать без закулисных переговоров, а на основе широких четырехсторонних переговоров мы продемонстрировали. Что нужно стране, мы сегодня передали госпоже президенту. Как это все видит господин Гроссов, как это все видит президент и как это все видит ПАС, нам пока непонятно. И я думаю, что и для всех, и для страны хотелось бы в этой ситуации быстрее понять, что это такое, это сейчас досрочные выборы предлагаются, будет дорожная карта, не будет дорожная карта, потому что слишком часто меняются месседжи, и мне кажется, люди уже устали от этого. Госпожа Лабук. Мы говорили неоднократно, что для демократической партии самое важное сейчас помочь людям в это абсолютно критическое время. Поэтому мы выдвинули антикризисную программу, и для нас важно, чтобы кандидат высказал свое отношение к ней. И насколько он будет готов больше или из этой программы четче и больше взять для своих действий. Конечно, нам не только бы хотелось, мы бы советовали ему следовать вот этим нашим объективным, объективному анализу, который говорит о том, что полномочное правительство необходимо. Мы думаем, что Гроссу сможет справиться, если будет общаться с парламентскими фракциями. Господин Чапатарь. Я не знаю, поздравить его или ему посочувствовать, потому что очень серьезная ответственность. Но мы со всего сердца желаем ему успехов. Он может, не надеяться, мы окажем ему рассчитывать на нашу поддержку, если он действительно искренен в своих намерениях, и он будет служить интересам народа и страны. Госпожа Таубер, коротко, пожалуйста. Визуально, пускай съездит. Мы, естественно, хотим в первую очередь также посмотреть, какие намерения у господина Гросса, так же, как и другого кандидата. И как только это будет понятно, сможем высказаться. Программа, а в первую очередь, я думаю, готовность бороться с данным кризисом. Желание это преодолеть, и компетенции, так же, как и полномочия, это является приоритетом. Повторюсь, мы готовы к диалогу, мы открыты, мы на сегодняшний день считаем, что самое главное, чтобы страной управлял профессионал своего дела, который сможет садминистрировать данный кризис. А потом мы должны пойти на выборы, и парламент должен полностью обновиться. Мы, наверное, здесь достаточно солидарны практически со всеми коллегами.